200 тысяч гривен областного бюджета были потрачены зря. Общественный совет при облгосадминистрации выявил нарушения при проведении ремонта в инфекционной больнице. Подробности в сюжете нашего корреспондента Артура Туркина. Собственно, началось все с обращения коллектива одного из отделений инфекционной больницы. Сотрудники опасались, что их подразделения после реконструкции так и не откроют. Создали комиссию по проверке и выявили ряд нарушений. Как говорят общественники, сразу столкнулись с отказом в предоставлении документов. Здание отделения 26-го года постройки после ремонта так и не ввели в эксплуатацию. Не хватило 50 тысяч на устройство водоотливов. На крышу при этом потратили почти 200 тысяч гривен. При этом вы видите, что не заменены ни фронтоны, ни, как нам сказали, лаги, ничего. Поэтому вокруг, вы видите, лежит шифер. По документам должно отсюда было быть вывезено 25 тонн мусора. Вручную вынесено и вывезено. По свидетельствам очевидцев, никакой мусор строительный строители не вывозили. Исходя из того, что мы увидели, дай бог, чтобы оно и 4 года выставило. Дело в том, что применен конструктивный материал, вместо бруса рейка, ну и так далее. Гидробарьер был, оказывается, здание раскрыли, полтора месяца было раскрыто, или месяц точно. Вследствие чего произошло замокание перекрытия. Ну и вы понимаете, что когда вода проникает в помещение, все приходит в негодность. И тогда возникает вопрос сам собой, зачем же такой ремонт делать? Оценку выявленным нарушениям должны дать компетентные органы, уверенные общественники. Удивляет другое, как договоры на строительные работы, которые также, по мнению комиссии, были составлены не так, как следовало, прошли через казначейство.